Верб «attendre» – глагол «attendre» – «ждать». И к нему уже относятся очень много глаголов, которые заканчиваются на «andre». Вы можете посмотреть их в словаре. Eh bien, «j'attends un copain» – здесь носовой «a». «J'attends un copain» – «я жду приятеля». «Tu attends un bus» – «ты ждёшь автобуса». «Il attends un ami» – «on ждёт друга». «Elle attends un ami» – «она ждёт друга». «Nous attendons notre ami» – «мы ждём нашего друга». «Vous attendez un train» – «вы ждёте поезда». «Ils attendent une lettre» – «они ждут письма». «Elles attendent une lettre» – «они ждут письма девушки». Что хочется отметить, здесь у нас во множественном числе вот это «d» произносится. Получается, здесь не носовой артовый звук «a», а здесь носовой. Получается «a», обычная «a» артовая. Точно так же здесь «vous attendez» и точно так же «attendre». Ещё давайте разпочтём. «J'attends un copain» – «tu attends un bus» – «il attend un ami» – «elle attend un ami» – «nous attendons notre ami» – «vous attendez un train» – «ils attendent une lettre» – «elles attendent une lettre». Вопрос о том, что вы не различаете вот эти глаголы от тех глаголов, которые якобы похожи на них, состоит в том, что вы пока, наверное, не очень хорошо произносите носовые. Тогда посмотрите в нашем плейлисте «Фонетика» вебинар по носовым как раз-таки, потому что пока вы сами не произносите, вам будет не слышно разницу, поскольку в носовых разницы такая же, как в ртовых. Дальше, посмотрите в отрицание, обратите внимание, как у нас здесь сменились артикли. «Je n'attends pas de copain», «tu n'attends pas de bus», «il n'attends pas d'ami», «elle n'attends pas d'ami», «nous n'attendons pas notre ami», «vous n'attendez pas de train», «il n'attend pas de lettre», «elle n'attend pas de lettre». «Je n'attends pas de lettre», «elle n'attend pas de lettre».